ДИСЛАЙКОВ Ох, и этим самым видео вышло в топ, реально, по запросу Armored Warfare, моё видео было аж вторым. Так что всё, теперь я буду снимать, теперь я вообще не уйду. Короче, значит, произошло обновление игры, проект Armored Warfare, появилось много нового прикольного. Сейчас покажу. Короче, игра решила уделать конкурентов прямо на старте. То есть, сходу начать уделывать конкурентов прямо с ангара. То есть, из чего обычно состоял ангар. Из линейки танков, это сетап. И из кнопки в бой, это панчлайн. Ну, я же интеллектуал, подпишись на мой канал. Йоу, мазафака. Вот. Запародировал, наверное, всех известных личностей на Ютубе только что. Короче, появилась кнопка база. И, внимание, смотри, улитка рыдай картоха. Опа-на! Вот. Я вчера, когда вот это увидел, очень-очень проржался. Так не слабо, короче. Я считаю, на первый взгляд может показаться, что сказывается отсутствие опыта в разработке игр мультиплеерных у Obsidian Games, которая делает эту игру. Но, на самом деле, я считаю, что это есть, как это сказать, присущая Mail.ru, ячейка, куда можно вкладывать донат. То есть, смотрите, здесь можно строить ангар, ВВП, вертолетная проща. Я половину построил, половину оставил для записи. То есть, смотрите, что ангар, значит, что он дает. Стоимость ремонта минус 1%, да. Вот, улучшить, да, и за какой ресурс он улучшается, за какие-то материалы, да, стройматериалы, необходимые для возведения, улучшения строений. Но мы-то знаем, что после релиза игры, единственный стройматериал для всего этого, это будут рубли, доллары, там, смотря, чем вы будете донатить. Потому что я думаю, что именно вот это, это и есть то, что будет вытягивать донат из игроков. Собрать материалы. Опа, 1100 материалов. Начинаем строить. Значит, ВВП, то есть, взлетно-посадочная полоса, судя по всему. Стоимость оборудования минус 1%. Вертолетная площадка, да, с какого-то хрена вертолеты дают бонус к получаемому в бою кредитам. Казармы, бонус к опыту экипажа. Стоимость разработки защиты, разблокировки. Ну, это вот, типа, ну, улучшим. Порт. Увеличивать максимальный запас строиматериалов. Построить. Жмем построить. Жмем, ждем 2 минуты, и все будет построено, короче. Но на самом деле все подряд строить здесь, конечно, не надо. И это я делаю исключительно для видео. Из полезных могу отметить только станцию слежения, наверное, вот видели только что, да, которая делает премиум аккаунт дешевле. Вот, по-моему, это надо в первую очередь строить. Вот, ну, на фоне остальных всяких там, которые увеличивают опыт командира танка и так далее. В целом, вот это вот, вот это нововведение очень сильно напоминает какое-нибудь приложение из ВКонтакта, да, там, там, правила войны, еще какая-нибудь хренатень. Короче, в итоге строительство этой базы бонусов дает по 1%, да, что сущие копейки. И в сутки вам дают 100 материалов, что очень-очень мало. То есть площадка для доната, по-моему, типична. Вот, но, в принципе, на каких-то, каких-то плюшек в бою эта база вам не даст. То есть тут нету каких-то там построить какой-нибудь там ларек, который даст там скорость заряжания, скорость сведения, там, и так далее. То есть этого нету. То есть это все плюхи-то такие, которые, скажем так, не в бою действуют, а улучшают там ангар, там, что-то, ну, добычу опыта, там, тыры-пыры. Но все равно для игр про танки это смотрится пока что довольно странно и непривычно, да, потому что ни у улитки, ни у картошки нет того, что есть сейчас у мыла. Нету вот этой базы, да. Ну, то есть, а нужна ли она или нет, уж сами смотрите. Вот, я думаю, что многие поржали просто над этим, да, кто не играл в Armored Warfare, играл только в вышеупомянутые игры. Кстати, много комментов писали, типа, как ты можешь сравнивать эти разные игры, улитку там с этим, в том смысле War Thunder, с Armored Warfare. Ну, блин, а что их кто-то сравнивать, что ли, запретил или что там? То есть, такие душные люди писали, то есть, а как ты их сравниваешь? Я говорю, ну, они же все про танки, а на Dendy игра тоже про танки. Я говорю, ну, если ты, не знаю, в World of War Tanks играешь на Dendy, то есть, я тебе, блядь, завидую. Короче, я таких просто блокирую, поэтому не пытайтесь, не пытайтесь завязывать со мной вот эти вот диалоги, мне они неинтересны. Ну, то есть, почему, как я сравниваю, как я смею, блядь. Вот, значит, мы завернемся, возвернемся к авангарчику, да. Значит, тут тоже, либо я не заметил в больший раз, либо появилось кое-что новое. Например, можно неплохо как-то, ну, устанавливать на танк оборудование, да. Посмотрите, подвижность, огневая мощь, там, вот это все. Это все тоже за лавандос, пока что за игровой. Но я думаю, что в игре будет острая нехватка внутриигровой валюты, да, и всем придется покупать премиум аккаунты. Значит, система связи повышает эффективность навыков экипажа в задницу, увеличивает дальность обзора машины. Вот это хорошая тема. BIOS, подождите, что за BIOS? BIOS, а в танк BIOS, в танк Windows. Информационная управляющая система. Скорость захвата, увеличивает скорость захвата базы. Ну, не знаю, каким хреном там... Скорость захвата базы я визуально воспринимаю, как это было в World of Tanks, где вражеский флаг опускается, союзный флаг подымается. И каким образом этот данный модуль ускоряет этот процесс, я не знаю. И, собственно, для критиков сразу поясню, что имею в виду. Одно дело, когда в игру вводят модули, которые существуют в реальности. Там, усиленные приводонаводки, там, более какая-то крутая оптика и так далее. Но другое дело уже притягивает за уши захваты базы. Кстати, не могу не заметить, что, опять-таки, это система модулей пришла в игру из World of Tanks. В War Thunder ничего подобного нет. Никакие модули в танке не устанавливаются. Вот. На этой машине мы видим, что две ячейки из четырёх закрыты навечно. А одну из них надо разблокировать. Разблокируется она в прокачке танка. Идёт, как назло, после осколочно-фугасного снаряда, который на этом танке, ну, по крайней мере, лично мне, не знаю, как вам. А мне он нахрен не нужен. То есть, чтобы получить ячейку, надо прокачать что-то ненужное. То есть, потратить на это опыт. Немножко раздражает. Кстати, посмотрите на танк. Чё это такое на нём нарисовано? Что это за шестерёнка какая-то тут? Люк какой-то съехал. Это текстура съехала, что ли? Или что? Я просто не понимаю. Или танк такой красавец. То есть, вот, допустим, объект 155. Далее он вообще гладенький, как яйцо он. А этот прям весь такой разрисованный. Может, это какая-то аэрография. Кстати, отдельные вопросы вызвала покупка премиум аккаунта здесь. То есть, тоже очень хитрый маркетинговый ход. Ну, обыватель-то, конечно, там... Блин. Обыватели и школьники-то не догадываются, да? Наверняка, в чём подвох. Но смотрите, короче, в чём. Видите, что цены на покупку 1 день, 3 дня, 7 дней, они нихрена не совпадают с покупкой золота. То есть, я вчера искал, опять же, не нашёл, можно ли у них купить произвольное количество золота. Или только установленное игрой. То есть, сколько золота я должен купить, чтобы поиграть 3 дня на премиумы, да? Здесь нету 600 золота. Есть 500 золота, да? Я куплю 500 золота, потом куплю ещё 500 золота, да? И у меня будет уже 1000 золота. Я куплю себе за 600 3 дня, и у меня остаётся 400 золота, да? И я думаю, ну чё тебе 400 золота будет лежать? Надо купить ещё золота и купить ещё премиум, да? Ну чё, лишние деньги остались. И ты покупаешь ещё 500 золота, то есть, у тебя опять останутся лишнее золото и так далее и тому подобное. То есть, даже, ну вот, на 30 дней, да? То есть, игра намекает, что покупай на 30 дней, потому что вот на 30 дней здесь есть аккаунт за 2200 и есть как бы 2500 золота вот тут вот. Намёк ясен вообще. Ну, в улитке, в принципе, тоже золота, по-моему, произвольное количество не купить. В World of Tanks я, по-моему, покупал всегда сколько хотел. Но, может быть, и там уже что-то переделали, я... I don't know. Ну, в боях, вроде как, никаких изменений нету. Радо, что визуальных, да, визуальный эффект, хотя, может быть, я в прошлый раз не заметил, но, по-моему, в этом патче, в этом обновлении они ввели эффект дыма из ствола после выстрела. То есть, раньше, вот, допустим, вот такой фигни я и как-то не заметил. Смотрите. Видели, как дым из ствола идёт после выстрела? Вот, шикарно, когда графику после ЗБТ доведут до ума, да, сейчас-то понятно, тут графика. Ну, некоторые визуальные эффекты, это NVIDIA калькулятор уровня, да, ну, обязательно сейчас у кого-нибудь бомбанёт пука, но мне напишут, что это ЗБТ, как будто я, блядь, не знаю. Вот, вообще, у людей, поговорю дальше, наверное, об обывателях Ютуба, да, которые там написали мне миллион комментов, там, по любой игре, что критикуешь War Thunder, иди в картошку, критикуешь картошку, иди ещё куда-нибудь, блядь. Как будто теперь критику какую-то запретили прям высказывать, люди, ёптую мать, вы просто не понимаете, что происходит на Ютубе, я вам сейчас объясню, да, почему, то есть, в основной поток видеоблогеров, то есть, ваши игры нахваливают. Вот вышла Armored Warfare, да, нет, начну издалека, есть такая игра World of Tanks, может, вы слышали, да, вы должны были слышать, потому что часто много кто говорит, что Армата, вот это, это клон World of Tanks, это полная правда, и не надо тут бомбить, улетать на своей жопе на Марс, да, от этого словосочетания, то есть, ничего плохого нету в том, что игра клон, то есть, можно и на базе плохой игры сделать что-нибудь хорошее, то есть, просто, мне один чувак пишет в комментах, да, управление VSW, VSW, значит, блин, управление, как в картошке, блядь, в голове у тебя VSD, управление, как в картошке, ёптать, без мозги, просто, элементарно, захват цели автоматический, да, автоцель правой кнопкой мыши, В War Thunder вообще автоцели, например, нет, вот War Thunder, это абсолютно другая игра, отличающаяся от картошки просто всем, то есть, если вы считаете, что картошка и War Thunder, это одно и то же, значит, либо вы играли только в одну игру из них, либо вообще не в одну, да, либо вы отбитый, А здесь, ну, просто то же самое всё, что World of Tanks, высунулся правой кнопкой захват цели, издалека бахнул, я, когда говорю, что управление из картошки, я имею в виду вот это, а не то, что надо нажимать W, чтобы ехать вперёд, Значит, а откуда, почему принято хвалить игры, да, особенно нахваливают армату вот эту, хотя пока что её хвалить ещё очень-очень рано, но она ещё не вышла, она ещё в закрытом бета-тесте, тут все друг друга пробивают под немыслимыми углами в любые места практически, но не суть, значит, есть такая игра, как World of Tanks, есть там такой чувачок с ником Jov, да, который полмиллиона подписчиков, да, слупил на видосах по World of Tanks, он очень много денег на этом заработал, И вот вышла новая игра, и теперь появился у многих шанс, вот почему снаряд не пролетел, разброс, вот, появился у многих шанс стать Jov'ом в этой игре, да, Jov'ом, записывая гайды, и теперь началось автоматом помолчание началось соревнование, кто в этой игре лучше жопу вылежит, да, то есть кто глубже всех засунет язык между булок, тот и будет ведущим летсплейщиком, ведущим обзорщиком этой игры, То есть он будет первый получать подписки, там, снимать просмотры, и вот за это, в это соревнование сбежались люди из World of Tanks, из Гайджина, да, ну, я не буду называть их ники, но если вы посмотрите их первые взгляды, то там даже словосочетание типа клон картошки благоразумно опустили, потому что, ну, оно вызывает негатив, там сходу принялись нахваливать игру, какая она яркая, индивидуальная, особенная, то есть, вот это все. И это только с целью захватить аудиторию тупых школьников, да, которая всегда везде основная, то есть какая там логика, он похвалил мою игру, значит он все сказал правильно, он не похвалил мою игру, значит он не прав, блядь, все, все элементарно, Ватсон, то есть вчера они нахваливали улитку или картошку, сегодня они нахваливают проект Армата, то есть, по-моему, все должно быть всем понятно и очевидно, в то время, когда я высказываю какую-то критику, мне говорят, ой, проплаченной картошкой, блядь, чувак, ну, кому картошка, как ты платила хоть раз каналу, блядь, с тысячи подписчиков, ну, бред полный, ты мозг-то включи, просто можешь посмотреть мои видео и про картошку, и про War Thunder, я везде высказываю минусы игры, если ты не в состоянии адекватно их воспринимать, значит ты, сука, сраный школьник, скорее всего, потому что взрослые люди, ну, и пишут, что да, да, есть недочеты у игры, вот это мнение, мнение взрослого человека, это признать минусы, да, мнение, блядь, школьника, это до усеру начинать цепляться к каким-то мелочам, там, да, пришлось отрезать начало у прошлого видео, короче, где, блин, бой закончился, вот, пришлось отрезать у предыдущего видео начало, потому что сказал там, черт дернул мне сказать, что БМП Терминатор сделано на базе Арматы, да, потому что, ну, когда в то время, когда миру представили БМП Терминатор, параллельно представили кучу машин, которые сделаны на платформе Армата, то есть танк Армата, САУ Армата, еще там БТР какой-то, по-моему, был, ну, и, естественно, была логичная мысль, что и новейшая вот эта БМП, или как она там, тоже сделана на базе Арматы, однако оказалось, что это на базе Т-72 или Т-90, там, два дурачка даже посрались, в комментах, то есть на какой базе она сделана, все-таки, Терминатор это Т-72 или Т-90, да, как будто там, не знаю, неизвестно, да, что Т-90 это глубокая модернизация Т-72, да, стали, ну, диванные, диванные эксперты начинают спорить сразу, я к этому Терминатору интерес потерял, как только узнал, что Министерство обороны России не закупило ни одной машины, потому что эта машина говнище, там, достаточно рядом какому-нибудь фугасу взорваться, да, и осколками перебьет все эти пушки, все это навесное оружие, да, потому что оно просто висит и все, оно ничем не защищено, не защищено никакой броней, поэтому закупать его и не стали у самих себя, единственное, кто купил армату, это, по-моему, Казахстан, 10 штучек, ой, армату, не армату, терминатор, заговариваюсь уже, вот, но у людей прям так бомбит, вот прям так бомбит, как будто они, блядь, не по играм, сука, всю эту технику знают, и не на Википедии, а как будто две войны прошли на этом, БМП Терминатор, там, блядь, они, все о ней знают, там, ну, то есть, такие люди. На самом деле, в Mail.ru, на форумах будет очень много срача, просто, я не знаю, желаю терпения модераторам, потому что от темы сравнения Т-90 против Абрамса, просто жопу рвет у школьников уже не первый год, то есть, по всему интернету, блин, тема одна из самых таких срачевых, наверное, сравнивать, там, да, как будто школьник знает, что такое урановая броня, да, в чем ее особенность, там, услышал, что, о, урановая броня, нихера себе, это что-то, видать, вообще крутое, уран обедненный, нифига, урановая броня, она непробиваемая, Т-90 говно, пишет первый школьник, второй школьник пишет в ответ, о, Т-90 стреляет турами, Абрамс говно, там, и давай, там, все, срач, там, ездить, то есть, я в видео сказал, засомневался, что Абрамс может ездить 72 километра в час, все, мне начали доказывать, там, газотурбинный, там, какой-то, хрен знает, что за двигатель, поэтому Абрамс 72 километра носит, носится, а на Т-90 дизель говеный стоит, да, там, ну, окей, ладно, дело ваше, меня только в эти диванные срачи не втягивайте, потому что мне это вообще неинтересно, а то, что у вас пуканы бомбят, так мне это даже на руку, но я об этом уже в начале видео сказал. Кстати, если тут чувачки из улитки сидят, которые первое видео смотрели, у которых тоже пердак рванул, когда я сказал, что отсутствует стабилизация прицела в игре, Вот, что я имею ввиду под словосочетанием стабилизации прицела, я не имел ввиду, что в танке стабилизатор не стоит, мне насрать, что там есть, у вас стабилизатор нет, я имел ввиду стабилизацию внутри игрового прицела, значит, гайджиновцы с отвращением смотрят на сведение, вот на это, да, на наводку, то есть, что это такое сведение, то есть, они-то думают, что ствол навел, все, выстрелил, да, так и есть, но сведение симулирует, как бы, работу наводчика, что это наводчик наводит ствол на цель, в гайджине такого нет, в гайджине куда пушку повернул, туда и выстрелил, то есть, в гайджине наводчик ты сам, то есть, особенно в реализме, там определяешь дальность на глаз, все это вот, все дела, то есть, там вот так сделано, а здесь вот реализовано путем, путем сведения, допустим. А стабилизация прицела, это то, что здесь, когда танк едет, прицел у вас стоит на месте, у вас только вот наводка сбрасывается, вот это сведение, то есть, а в гайджине, когда ты едешь по кочкам, у тебя танк трясет, шатает, болтает, и прицел реально скачет вместе с танком. Это вот, опять же, одна из тех вещей, которая скопирована из картошки, да, из World of Tanks, то есть, там прицел работает ровно точно так же, как и здесь, сведение, разброс и так далее. Ну, опять же, повторюсь, не надо бомбить по поводу того, что здесь какие-то вещи, ну, подсмотрены, скажем так, вот устроить слово подсмотрены, подсмотрены в World of Tanks, да, было бы волшебно, я уже говорил, да, если бы физику танка подсмотрели в улитках, потому что именно с динамикой современных машин, вот эти улиточные заносы, они бы смотрелись, ну, просто бомбовски. А пока танк ездит как кирпич, это еще одна, еще одна копия, как бы, из картошки, и не самая хорошая черта, вот так скажу, то есть, если вы играли только в Проект Армата и World of Tanks, зайдите, хотя бы посмотрите видео, как ездят танки в улитки, то есть, улиточная физика танков, это, наверное, один из самых главных плюсов в той игре. Я, собственно, только и стал играть в улитку, потому что мне жутко понравилось, как там танки ездят, как их заносят там, как они вот там, не знаю, ну, очень реалистично, очень классно все это сделано. Блин, что-то я заговорился и, походу, застрял здесь между двух огней, сейчас меня в задницу разберут. Ну, блин, вы опять, опять будут писать, что играет какой-то рак, да, там, то есть, мне надо было, наверное, как там, как принято, да, делать видосы по танкам, то есть, не записывать и говорить одновременно, а сначала записать несколько боев, выбрать из этих боев самый, самый такой, где я затащил, да, в одном из десяти, то всяко затащу. То есть, а лучше сделать нарезку фрагов и потом эту нарезку отдельно озвучить, и тогда все школьнички поймут, что подумают или поймут, что ты нагибатор такой, да, что вот, типа, ну, школьнику никогда в голову не придет, что просто ему вододел какой-нибудь там или обзорщик или летсплейщик вот этой вот игры просто показывает свои лучшие игры, только лучшие, да, там, ну, может, изредка какое-нибудь смешное видео, где он слился, покажет, да, то есть, ну... Как бы, правду-то можно только на стриме узнать, да, когда стрим посмотришь, где он реально в прямом эфире играет, но, как правило, это все люди, эти, ну, они задроты, да, они играют только в танки, да, там, опять же, ну... Ну, или в основном играют только в танки, да, и... Я не собираюсь быть приверженцем никакой одной игры, ни картошки, ни улитки, ни мыла, то есть, я через все это прошел уже, я, спасибо, изрядное количество лет потратил на игру World of Tanks, о чем немерено жалею, то есть, и повторять, то есть, такие же ошибки... Че такое? А, ну, понятно здесь, труп танка не подвинуть, да, но это... Это World of Tanks 2013 год, ёптать, когда... Мертвый танк был практически каменной преградой, да, непреодолимой, его нельзя было не подвинуть, ничего сделать, то есть, когда мы кланом воевали, мы даже пробовали такую тактику, что закрыть там въезд на базе, на карте Монастырь тупо маусами, да, там, пусть маусы сдохнут, ну, они же огромные, да, перекрыть въезды, вот, но, к сожалению, маусов в клане не нашлось такого количества, да, Ну, потому что, да, со мной регулярно опять начинают спорить о том, что маус это не говно, да, ну, не говно, так не говно, играй на маусе, будь тем единственным, короче, мышководом, который в World of Tanks приносит людям медальку гроза мышей, о, какой кукурузник, может, количество авиации, которая здесь летает, намекает на то, что у них, как бы, и самолеты будут там с вертолетами, может, вот, кстати, было прикольно сделать игру про вертолеты, вертолеты, это же тоже отдельная ветвь, то есть техники, да, много разных вертолетов у разных стран, там, Апачи, Каманчи, там, Акулы, Черные, Аллигаторы, и было бы очень классно, если бы вот в этот проект Армата ввели точно такие же полеты на вертолетах, как реализованные самолеты в улитке, да, то есть ты в бою можешь сесть на самолет, база очень долго захватывается, кстати, вероятно, ну, нас трое, а, нас уже двое, и со мной какая-то БТРочка, БТРочка, походу, сейчас сольется, вот эта техника первого левела здесь, по-моему, вообще ничего не решает, к сожалению, по отношению к второй ступени, здесь очень такой переход, очень, по-моему, жесткий переход с первого на второй левел, то есть обычно на втором, на первом левеле можно убить танк второго левела в игре, да, в любой там, в улитке, в картошке, здесь, по-моему, это почти невыполнимая задача, на мой взгляд, ну, или очень-очень сложная. Ну, так вот, если Армата введет еще и полеты на вертолетах сюда, в эту игру, да, то есть и танки получат пулеметы, из которых смогут от вертолетов отстреливаться, да, вертолет с пушки сбить проще, чем самолет, то есть это будет вообще огонь, на самом деле, это будет очень классно, очень будет динамично, но не знаю, думают ли они о таком. Все, они догадались меня объехать, короче, я уже ничего не могу сделать. Все-таки, да, не знаю, опытные-опытные игроки попались, вот эти двое конкретно, они сначала на краю карты воевали, потом вместе сюда приехали, у нас таких не нашлось, походу. Прям урона, что ли, накидать перед смертью. Е-е-е, и ухнем еще раз, ну, блин, ну, блин, снаряды не пробивают стены, стрёмно, конечно. Все, порвали. Ну, в общем, ладно, начал уже разглагольствовать про вертолеты, размечтался. Короче, вот такой получился видос, так что на этом все. Что-нибудь там нажмите, что-нибудь там напишите и адьё. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...